В прошлый раз прикрутил BlueCut на HC05 для удаленного контроля на смарте. Однако контроль функции трансивера на расстоянии без двустороннего аудио имеет немного смысла. Да и появилось желание не быть привязанным к тангенте, а скажем использовать Bluetooth гарнитуру или колонки. Да, некоторые модели YASU имеют опционно мастер Bluetooth модуль, привязанного к софту станции для сопряжения. Но, к сожалению, решение это не масштабируемо и не то, что для чужих аппаратов, но даже в пределах линейки одного производителя, к тому же дорого и имеет ограниченную дальность. А большинство Point-to-Point Bluetooth гарнитуры являются слейф устройствами, требующими мастера. Не будем затрагивать технологию Dynamic Mesh Communication. Упомянутый HC-05, который встраивался сюда, может быть мастером, но является чисто CPP модулем и в нем нет поддержки именно аналогового аудио, хотя PSM есть. Широко распространенный BK8000 мастером быть не умеет, а анонсированный в нем UART заблокирован. Возиться с перед прошивками и блоге SDK совсем не хотелось. Почему бы не воспользоваться бэушным телефоном в качестве ретранслятора аудиопотоков и реализовать классический VOX. Покажем работу интерфейса. Берем удаленный телефон и звоним на наш транслятор. Тест тест. Тест тест. Славянский шкаф 123. Кстати, мой сейчас слышим включение охранников. Тест 1, 2, 3. Работа есть. И теперь сбрасываем. Что дает нам использование Vox интерфейса между смартфоном и трансивером? Мы вбиваем сразу несколько зайцев. Во-первых, исключаем привязку к мастер модулю Bluetooth в самом трансивере. То есть не нужно его там монтировать. Появляется возможность поработать на трансивере. Удаленно просто позвонив на заданный номер с анлимом внутри сети и автоподнятием трубки. При желании со стороны клиента можно использовать Bluetooth колонки или гарнитуру предварительно сопряженные телефоном. В качестве дата штекера подходит MiniDIN 6PIN от старой PC2 мышки. Единственное нужно вывести второй незадействованный земляной пин. В качестве ретранслятора используется старенький китаец DG120 Dogi с включенным AutoAnswer в инженерном меню. Набирается следующим образом. Это у нас звездочка, решетка, звездочка, решетка. 36, 46, 633. Решетка, звездочка, решетка, звездочка. Перешли в инженерное меню. Режим автоответа находится в самом начале телефоне. Следующее положение в Enable. Она предлагает Disable выключить. Но мы его уже включили. Это работает автоответ. Что касается окончательного оформления схемы. Далее будут добавлены защелочки из помехоподавляющего феррита на кабель со стороны трансивера около разъема. И такая же защелочка будет стоять непосредственно около платки Vox. Дальше уже просто термоусадка. Переходим в расширенное меню. И нам нужен пункт 22. Мы в нем уже находимся. Пункт SV Автомоды должен стоять в OFF. Если он будет стоять в ON. Это мы волкодером меняем. ОФ ОН. Если он будет стоять в ON. То в режиме ЧМ. ФМ. При нажатии срабатывания ПТТ. На дата коннекторе позади трансивера. Будет работать передача с тоном. Пользуемым для настройки тюнера. Нам тон не нужен. А нужно чтобы при нажатии ПТТ. Шла обычное переключение на передачу. Поэтому он поставлен в OFF. И IF мы готовим к зону. Затем поставим к зону. На дата коннектореム. ПApp, Х Продолжение следует...